Смотри, я уже начинаю. О, чуть-чуть осталось, да? Будем заезжать. Да, я планирую вообще. Все получится. Что значит не получится? Надо говорить, я все смогу. Мне все получится. Блин, знаете что? Когда так люди говорят, они шаг назад делают. Два даже. Меня это раздражает, когда клиенты так говорят. Я просто слушаю это Джон Коха. Джек Коха. Джон Коха, бля. Кехов, бля. По голове вообще, кажется, она бешеная. Даже в Узбеке сейчас привыкли. Они уже охерели. Да, вообще чаще укусят. Крышу на зоне отдыха поднять на дому. Лям, да пошел ты, бля. Местных наняла 600 тысяч, нахуй. Что-то через шумену нажрали. Уже я их и не хочу. И нахер они нужны, ну, тормоеды, бля. А, мы это сами приучили. Сами приучили. Конечно же, те Узбекские наняли. Пошли у меня доедение. Угу. А они теперь это... Пусть посидят без работы. Местных валов. Кто хочет ремонтировать, работать. М-м-м, нахер мне нужно идти. Пришла врач. Этот. Сидит Чукча Узбекская. Терапевт, блядь. А я ему говорю, а что других врачей нету? А он мне говорит, я по вашему участку. Я ему говорю, ты по моему участку не будешь? А он мне говорит, меня назначили. Кто тебя назначил? Говорю, я тебя, блядь, к себе просила. Мне не нужен, говорю, у нас местные есть. Как кипиш, блядь, подняла. Все, убрали. Чук-чук. Нашу местную казашку поставили, блядь. Толковая, умная, блядь. Понимает, блядь. На русском, на казахском разговаривает. А этот, блядь, ни на русском, ни на казахском. Что-то там бубник себе сидит. И все. Ты в этот. Знаешь, они мне нам нужны. Смотрю, вы цепой поменяли, блядь. Даже поменяли. А, блядь, вот так тебе, блядь. А сейчас что-то за дюйки одни. Маши с этажками вообще. Вообще одни они. Чего они лечат-то? Я ему говорю, ты кирпичами должен на улице, говорю, заниматься. А ты пришел тут меня лечить будешь, что ли? Чувак, говорю, ты че? Чего ее, блядь, взяли, да. Заведующими поставили. Да. Одни чё-то еще лечить. Ой, нет. Слышишь, он строит, моет, там, жарит, парит. А лечить нас не надо. Сама лечу, так же, как он лечит. Нет, ну я больше не пошла, я пошла, купила витамины. Я, кажется, так хорошо стала, сказала, купила. Мне, кажется, недостатка витамина в голову. Ну и слава богу. Думаю, нафиг. А то это тоже началась статейшка, блядь. Ой, вам надо вот это красить, это красить, я в нее супругом, блядь. Мне ничего не надо, думаю. В аптеку зашла. Я говорю, витамины самые-самые. Она мне какие-то леди-вомен дала. Потом пошла домой. В интернете, сука, смотрю. Здесь они десятку, в интернете три. Блядь, заказала. Ты же заходишь, а вот это уже? Заказала теперь вторую, третью упаковку там. Нахер надо, думаю. Нет, они прям кайфовы, ничего не было. Ну не за десятку же. А в интернете один в один, три тысячи надо сходить, заводить уже. Пришли даже. Три дня доставка. Это. На Валдыре семьи три тысячи стоят. Ну и все, я, блядь, чувствую себя после этих витамин. Ни хера мне кажется, не надо. Каса не хватало витамина. Думаю, отдуло. Пошла, блядь, еще записалась. Смотрю, чё, сейчас сидит. Думаю, нет, а чё, говорит, других врачей нет? Он говорит, в смысле? Я говорю, в прямом. Где наши местные? Он у меня, смотри, я месний. Месний. Угу, блядь, месники. Двенадцатый живу, микрорайон. Как, говорите, чё, не месний? Я говорю, о, блядь, еще и сосед. Ой, месний, блядь. Третий год оживу. Третий год, блядь. Да, в интернете почитала, в гугл, как он. Чё, рука не имеет, правая нога. В-12 не хватает. Ну, вот эти витамины общий комплекс купила. Потом через интернет заказала отдельно В-12. Всё, начала пить. Блядь, шикарно себя чувствую. Ничего не имеет. Вообще всё супер. Вот, думаю, блядь, диагноз. Сама себе. Нафиг я пошла к ним, думаю. Ага, я вот выпила утром и вечером эти витамины. Всё. Всю ночь спала, блядь, как убитая. Какая-то реально не хватало витаминов. Сейчас на клиенту написать, что заехала в стране и залала. И всё. Супер прямо. Сказала, вот дура, блядь, пошла, блядь, к ним. Чуть целый час потратила, блядь, к ним. Не, ну сиди ты реально, блядь. Он по-русски не разговаривает, ни по-казахски, ни по-нему, ни толком, блядь. Нахер тебе мне нужен. Я обнаслову в Google, я вот сама посмотрела. Да, и всё. Оказывается, нехватка В-12. Это витамина. Здесь цены в аптеке. Эти же все лекарства на Валд-Берисе продаются в два раза дешевле. И флоревая кислота. Здесь 760 тенге. Да, это 100 таблеток. На Валд-Берисе за 1000 тенге 300. Эти же витамины. Один в один упаковка. Я в упаковку сфоткала. И на Валд-Берисе нашла 300 за 1000. А здесь 760-100. Ну, не с содержанием это В-12. В-6, В-12. И отдельно В-12 заказала. Всё, самочувствие пипец. Как будто... Вот сегодня 3 часа всего спала. А такое чувство, что я вообще этот... Ну, сутки. Я знаю, что раньше, знаете, я вообще этот... У меня с вами не было. В последнее время что-то. А с собой ничего не так, что это. Потом, ну ладно, мы их справим. Попьём, ставим. И без вашей печи здесь. А ночью спала, что-то рука как-то немела и не приходит в себя. И рука, и нога правая. Ну, и, блядь, на какое-то чувство не было. Инсульт инфаркт. Нет, первое, что в Google попалось, в очередь, что это инсульт инфаркт. Это предыдущенное состояние. А-а-а-а, шок у меня. Я думаю, ты что, Оля? Вперёд в больницу. Сразу 5 экрана летала, залетала, через суммонеты кинут. А-а-а, кажется, мне ещё не болит, дать. Потом откуда вышла, думаю, да ну тебя нахер, блядь. Что-то какой-то ты сидишь там, непонятно. Да, дайте тёпку назад. Она мне легла в праздник, завтра будет у вас новый врач. Завтра приходите, раз вы к этому сейчас не хотите. А мне уж завтра они не понадобились. Я думаю, нахер вы не нажмёшь. Хорошо так. Зашла тут в аптеку витамины. Тут баба, этот, врачом раньше работала в больнице. И она шарит, вот в этой вот аптеке, которая, какой там, первый дом. Я ей говорю, блядь, рука и нога, она говорит, нехватка витамина. Я говорю, что-то я читала в интернете, но не поверю. Она говорит, вот эти возьми, цена 10 снесок. Ну давай, ну ладно. Жаба бушила, так все открыла. Ну думаю, блядь, поверю. Я, короче, выпила через где-то минут 40, мне прям легче стало. Потом же вечером всё выпила. Там написано по одной, я думаю, нет, эту упаковку я проклю, плату, наверное, оставлю. Ну, прям вечером. Потом я все-таки зашла, голды, смотрю, эти же 3 тысячи, эти три уфалов. Я думаю, уж мне кажется, всё, и на упаковках всё один в один. И сколько его нужно применять? Три месяца. Три месяца. Там такие же есть мэр, точка-таки, это США. Это произведка Америка. А на русском, на казахском ни одного этого слова. Они виноватились, и все пишут, брать, самые шикарные, что носки, что женские, вот они уже прогасили. Ну, да, ну ладно. По-моему, если бы 10-700, в следующий время, у этого, это вот всё. Не, усталости сразу не стало, в моменты. Ничего не болит, у каждой листала не иметь, нога. В 3 тысячи ночи я вообще даже не просыпалась. Я уже обычно где-то время спать хотела. А сейчас, ну, он прям такой привит. Тихо, остая витамина, то есть это, до 12 не хватает. А тут они еще в комплексе ездят. Ага, все, ну, где-то. Да, что-то, я же не ем толком. Я же не ем толком, что-то. Еду тоже не очень люблю. Ну, я сейчас прям вообще, я думаю, кайф. Не, я здесь буду следить раз, 3 месяца пить. Как же 3 месяца, там вот с какой-нибудь. Ну, тогда я тебе не буду брать. Не, я вот заметила лицо Азии, оттенки под глаза не ушли. Я заметила, кожа стала на лице уже совсем по-другому. Ничего, я шутся, нифига. Кому-то, блядь, лично жадничали, блядь, вот на такие вещи. Ай, ты мой, жаль. На нашем районе, на простоглашем, он реально по-русски вообще, мне кажется, я не знаю. Лита, что хотела? Он у меня скажет, Лита, что хотела? Я на него смотрю, говорю, в смысле, я что хотела, говорю. А я говорю, что другого? Он не сказал там, что послала, потому что хотела. Я не хотела, говорю, а все другого. Ну, врача-витые я уже, как-то подняла. Наши больницы там просто разотовалась, даже. Везде нормальные врачи, где-то вот. Я нормальные, детстве, где-то, нормальные. Ой, да. Вертик, гуру вас надо убивать, вот. Вертик, гуру вас надо убивать, вот. Три года назад, когда я делала в своей квартире, делала венёк, я сначала перейти на него, а мне клиент стал номер. Он пришёл, всё посмотрел, парень главный, мы с ним всё обсудили. Он говорит, всё, всё, мы сейчас будем черновые делать, потом будем уже на чистовые, хорошо, под ключики там. Потом он мне, короче, на следующий день говорит, «Мы сегодня утром не можем прийти, придём к обеду». «Хорошо, без проблем». Бабки говорит, к четырём часам, к трём победи, говорит идёт. Она пришла, он мне пишет. «Это надо, можете дать аванс, домой надо отправить?» Я ему говорю, ну, говорю, давай. Бабки звоню, говорю, чё будем идти сюда, эти три миллиона говорят. «Отдай так». Сразу и всё. Я ему говорю, я вообще все деньги отдаю, и вот они пришли в три часа, до шести повозили, и скипались. Вечером он мне пишет, «Да, мы не можем прийти». И всё, и началась вот эта хуйня. День через день, да. Час придём, в два придёт, я сегодня уже не можем час в два. И потом он вообще ещё. Я пошла в миграционную полицию. Хорошо, не мешки, судите. Заява написала, что это приводит мне его в фотостудию целота эта. И вот сколько в моих руках дырей было, как я ему, блядь, да, у него погасил. Ах. Я думала, я ему голову, да, он как от стенки ударился, я ему, и всё, блядь, меня наёбывалось, я себя наёжу. А заявок уже написано. Всё. Ему дали его на час, чтобы деньги назад вернуть. И с кафраны. Смотри. 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 Да, всё. И тут это, сразу же. Заявление-то висит. Всё. Это. Потом я начала искать, кто будет делать ремонт. Сказала, никаких этих саджиков, с деток, блядь. И вот я там, отель фирмы наняла, пацанов. Да, они мне обошли, конечно, на дороге. Но как они сделали мне ремонт, я их сумма более 15, ничего не не знаю. Здесь миллионок я правда потратила только на, вот уже материалы, не думала. Я не думала, чтобы вам так раздалить. Хорошо деньги было. Они мне приехали, пырым, пырым, давали вот это полы наливные, полы заливные. Ну давай, брат, я эти материалы так найду. Скаламаки закажем, даже привезут на трассе. Мы следующий день заберём. Ну давай. Батареи сняли нахер, вообще по квартире у меня нету батареи. Чёплые полы поставили. Чёплые полы, и плюс они мне заказали такие, блин, я вам скину фото этот, не забуду, специальные батареи, они вот такие, длинные. Как, оно просто смотрится, как декор панель. Ну они к стенке прикреплены, там даже не понятно. Элитические, да? А? Элитические. Нет, они этот, водяные. Водяные тоже. Но они, вот не просто красиво сделаны, к стенке просто такая полоска, и все думают, что это декор панель. Ага. Ну шикарная вещь, вот они мне все эти пацаны, вот давайте сразу делайте по-человечески, да, вы сейчас сложитесь, но лет двадцать вообще не коснетесь. Ну давай, брат. Думаю, хрен с ним, с этими бабками жаба душила. Ну конечно, работа обошлась и опять лямов их, но они сделали, блин. Знаешь, домой просто прихожу, кайф. Мебель они все с Алматыми заказали, здесь я ничего не купала. Все, строили, все сами собрали, все-все-все, молодцы ребята. У меня ничего не отваливается до сей момент, блять, нигде. Бля, вообще, вот это вот работник, если я понимаю. А эти чукчи, я так была благодарна, что эти чукчи меня попытались скинуть, думаю, господи, у меня глаза открылись. Я просто представила, какой бы они мне ремонт сделать за три ляма. Там бы не ремонт был, блять, а сарай, блять. Ну тут два ляма добавить чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Ну сделали и люстру, и люстры, свет, все. Вообще больше я никого не вызывала. Они вот эти сами, из 12 человек была бригада. Единственное, что я приходила, контролировала. Ну, уже после узбеков, уже доверия никакого не было. И оплату мы сразу договорились в конце работы. Никаких авансов, ребят, говорю. Вот договор заключаем. Пошли к нотариусу. Они приехали. Квартиру им предоставила. В общем, получился они приехали в августе. Эти автодромаидов я в июле нанимала. Эти 15 августа. Вот. И по конец октября делали. Полы все-все сняли. Еще бешено сделали. Все новые полы залили. Полностью по всей квартире. Полы у меня с нуля сделали. Мусора вылезли. 5 КамАЗа 3. Наверное, теперь долбили полы. Выравнивали. Полы даже мячик этот. Он ровно. Не закатывается ни на какую эту. В общем, молодцы, ребята. Четырех 120 квадратов. Новый дом. Красные номер. Красные номер. Амартинские номер. на всех районах начинается с пятиэтажек в документах у нас указано 12 это я раньше когда только это дома у меня в документах там в другом доме там написано было аула раньше в документах у нас было указано аула бая это в простонародье было простоклашино а там было в документах у нас указано аула бая потом бац поменялись поставили простоклашино сейчас район сама у нас есть они каждый год меняются а что вторая квартира улица составила 3 на тот же чемпионский дом ой там вообще там с документами приходишь они не ставки выдают они постоянно туда потом стоят пешка с нашего дома короче ей никогда не нужна была такая я до внимания не обращаю на днепрайон не краеван улица до улицы метр поферу ко мне надо сдавать и спрашивать все а тут цепь клара катарковина она пошла ей зачем-то кому-то из родственников нам понадобилась такая справка она потребовала все а оказалось она живет на микроене сапаева 3 а у нас то улица это белый дом это микроен это микроен вот они нас туда прописали а я то откуда знаю я увидела она мне говорит а ты что не видела я говорю ну она кто когда брал справки я как я увидела она брала что было написано я живу в этом микроене ты че дура сразу надо кирпич дура поднимать окажется половина нашего дома прописана на микроене а эти чукчу у нас прописаны я живу бля кататься в трехкомнатной квартире на пятом этаже в этом доме блять а у меня на самом деле я живу на втором этаже блять у меня четырехкомнатная блять а они меня прописали блять мы же выбрать слонку ходили садились целых полгода еле-еле нас назад блять наше землющество прописали они вот с этими адресами нахер они это сделали непонятно блять где че блять других улиц нету блять че попало мне всего это вас с кем домом я так научилась это была ажиотом это было за там тендам тендам и и и и и и и Они уже много всего на это вот, в тюрьмином занимаются там же грамотно в себя сцены. Моя клиент там работает, я бы ее в жизни не делала, не то что в том. А он там сейчас устроился, там третий месяц работает для бездарных людей, более бездарных людей я все не делала. Пришел на встречу, я им величе надо, чтобы достоверение поменялось. А он говорит, ну что плитаемся оплатить чурпанки? Я блять банк за то, что мы заранее заплачем, он на меня с носком набрел. Он говорит, что не делается, а он мне блять сцой не работает. О, я. Все не спросили, все не знали, зачем это вообще сцой не сцой? Ой нет, там такие сцены и люди работают сейчас сцой не сцой. Я сейчас все предпочитаю онлайн. сцой. Вот. Выгоднее. Спокойнее. Сейчас все может понимать, как все. Я аж имя забыла, какие могут быть в данном сцой не Я не могу с таким людям попасть в консультанты, которые еще не знают. И врачи такие же. Вот, господи. Вот там я буду сцой не чувствовать. Нет, в тех врачах я все убедилась. Четыре дня назад. Я прям поверила. А, то я с пятниц уходила. Какие-то безданные. Врачи. Спасибо. Врачи. Врачи. Это вообще труба. Нет. У нас еще нельзя походить. Нет. Если кто хочет умереть. Можно. А мне только жизнь начинается. Я только начала становиться звездой в Ютубе. У меня осталось 4 человека. У меня монетизация будет. За 4 месяца я родилась. Так. На Ютуб канале. Я там вообще прям звезда. Я еще там этих людишек, которые там всякие видео снимаю. Как от комментируют. Там женщина. Одного мужика пишет. Мачо. Деревенский мачо. Ох, блядь. Дай посмотрю, что за мачо. Захожу. Он в частный дом. Блядь. Сарай. Я ему пишу. Ну, россиянин. Слышь ты. Приезжай к нам в Казахстан. Наши казахи тебе покажут, сука, как дома стоят. Не делай. Пошли в кафе. Давай суши, Тоня. Заказывай. Кафе наших. Давай. Женщина пишет. Правду говорите. Говорит. Была в Казахстане. Говорит. Видела. У вас мужики вообще. Какие у вас дома строят. Я ей пишу. Утром. Говорит. Да, да. У нас у всех почти уже дальше посуда моет есть. Ого. Говорит. Блядь. А мы в России. Говорит. Вот таких холопов. Маем. Вот другая баба, блядь, следующая. Смотрю. Пишу. Моет сидит. Вот. Раньше работала там в каком-то магазине. У меня зарплата была за 48 тысяч. Сейчас устроилась в какой-то другой магазин. У меня зарплата 30 тысяч. Как так? А я ей написала. Ты че моешь, блядь? И написано у нее на астетам многодетная мама. Те, кто, блядь, заставлял их рожать. Чтобы потом здесь ныть. Не рожай. Убей нахуй, блядь, те, кто кого родила. За души, блядь, им 30 тысяч хватит. Либо, блядь, найди мужика, который будет обеспечивать. Я себе понарожала от холопа. Че, блядь, ноешь себе? Ой, альбы, блядь. И все. А вот эти, которые потом лайкают меня там. Они ж еще под половиной подписываются. Эти люди. Я, короче, там в ютубе звезда стандартная. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А че так быстро-быстро, блядь, подписчиков набрало? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сегодня у него, надеюсь, четверо еще появится. Это новенький. Не монетизацию сделать. Деньги будут капать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, первое время, наверное, не там, не прям там это, километр. Ну, тыс, скоро 200 будет капать. Я люблю этих танков монетировать. Да, русские, блядь, сидят, нахуй, ничего не делают, не работают. Моют, блядь. А ты забор почини, не мой, блядь. Моют сидят, блядь. У нас казаки в этом плане, блядь. Смотрю, каждый строится. Вчера у клиента увидела дом, потому что почти закончил. Ну, это уж красиво. Светло, блядь. Огромный дом. Пришли балкару. Думаю, говорит, еще не закончила, блядь. Меня же, говорит, мало контактов. Говорит, из-за этого выставила, а посмотри. Ха-ха-ха. Говорит, блядь, как жук. Он говорит, ну, люди же завистливы. Я говорю, ну да. Сейчас, дай, попробуй. Он прям ламинат сделал светлый. И стены у пацана светлые. Там большие. Из-за этого комнаты кажутся огроменными. Да, это уже стены уже белые. Там вся белая уже. Прям по-другому. Прям, да, по-другому. Но уже побольше уже квадратуры. Да, я там вот смотрю, все светлое прям так красиво. Чисто. Хорошо вот прям. Потолки. Это что он говорит? Не стал эти всякие там цветные, метные. Белый, пусть будет. А вот этот черный надо не снять, блядь. От него столько света требуется. Сейчас в сентябре поменяем. Он не пойдет. Через чуть темно от него. Он даже чуть-чуть выключу задний. Уже ощущается. Ну ты за потолком. Надо убрать его. Нормально сделать. Надо светлое делать. Зачем темноту в квартире, в доме? Дом должен быть светлый, уютный. Белый цвет – это всегда уют. Темные тона. Задешь, как в могильник какой-то. Белый, на поле все нормально. Да, светлый тона. Темные тона не надо. Там кухню можно, там селеньку какую-нибудь. Да. Темное, конечно, тоже уменьшает пространство. Отсветлые тона, наоборот, и смотрится комфортнее. О, постепенно сделайте. Чего торопиться куда-то. Сейчас главное заехать. А потом уже будете комнаты там и переделывать сто раз. Да. Мебель уже там можно будет не торопясь обновить. А, сделать заехать, а там уже со временем год-два будут хоромы. Время-то летит быстро. Не успеваешь обвенуться. Уже, блядь, сын второй год учится. Угу. Угу. Ну, главное сейчас просто основу сделать. Уже можно было просто заехать на том, чем есть. А потом уже и мебель обновиться еще. Да. Погнали, а мне пошло. Мемонов двадцать пять. Угу. Двадцать четыре ушло. Да, это еще без мебель. Пока. Да, это вообще еще... Еще, еще, не дошли так. Не, я говорю это пока. Еще там. Еще. Ну, сейчас просто заедете на том, чем есть. Да. А потом будете, не торопясь, покупать, обустраивать. Ладно, шерст ремонт туда все сделать, чтобы въехать. Это же основное. Спокойно. Что-то здесь. Ну, просто не так. Снимите, пока зарядки сняла. Познательно. Их не чувствуется. Она новая, я ее не трогала. Видно, тут зарядилась. Ладно, а потом, сын какой-то поможет, достроить. А я считаю, что колледж нахер не надо. Надо будет еще 10-11. Ну, это мое такое, конечно, мнение. Все хотят после 9-го в колледж. Я говорю, ну, ладно, образование-то вышка, это же вышка. Да. А потом уже после колледжа ты теперь пойдешь учиться. Она еще ходит, оценивает. Колледж, ученики, сейчас получим, оценивается. Сейчас только выше. Ну, вот я и говорю, зачем этот колледж, это вообще мусор. Да. Хлам, блядь, 2 года по всему. Сколько грамм он сейчас учил, да? Спередовался. И сразу же после университета, школы, родились в классах, университет, институт. Мы так учились. Для нас это было престижно. В 10-11 классе. Для нас это было стремно, как я пойду, где я езжу, после 9-го куда-то. Для меня было вообще стремно даже подумать об этом. Вот у меня и было поведение. В школе дома. И школу взрывали, то есть, все, как они делали. На учет меня в 9-м классе поставили. По делам не совершенно удобно. Совсем в финалку пошла она, по площадке. Я говорю, что не свою бабушка пошла в гости, а она мне говорит, что стучишься? Я поворачиваюсь и говорю, хочу и стучусь. Она мне говорит, что ее дома нет. А я когда ишла, бабка на балконе ставила. Я говорю, что теперь еще короче буду. Я говорю, что он вообще не снимал. Так, пожалуйста. Да нет, это. Там надо бока нам, либо какую-нибудь такую, там, назад. Сейчас вот следующий его вообще снизишь. У него какой-то директ наверху. Как руку ложишь и пальцы встыкаются. Такая кожа у него так сделана, примерно начинает. Волосы ужасно смотрят со стороны, как будто неровные. Если будет как-то в середине, они все равно будут неровные. Кто машинка, что руками. Эффект какой-то на коже. Кожа прям вот так трогаешь и рука на кожу. Как тут вот такие жилы. Как на затонке, да? Да, у складка. Только он вот так прям рука целая. Я ему говорю, надо же привозиться. Бог тебе. Вот так руку положи. Иди ты, боже. Вот как не стриги. Бесполезно. Она не будет у тебя прям идеально ровной. Если здесь вот трогаешь ровно, а у нас все равно. Иди ты, боже мой. Субтитры сделал DimaTorzok